Дочки-сыночки, да, вот написано, дочки-сыночки, мы ездили, смотрели муфту, коляску, сыночек болтает, сейчас покажу, что я там купила, значит, у нас все чепчики уже малы, тут написано 62 размер, чепчик первая зима, вот такой для мальчиков, машинка, эфелевая башня, самое главное, надеюсь, нам налезет. Под этот, под теплую шапочку, может быть, надо было две взять, одну дома носить, после баня во всяком случае одевать, ну ладно, что-то здесь, по-моему, коротковатые, да, эти, так, в общем, такая, 62 размер, далее, baby spa herbal, травяные сборы для детских ванн, здоровый румянец я выбрала, вот с таким составом. Ничего сказать не могу, потому что не пробовали еще, естественно, вот, да-да-да, что-то могу, взяла шиповник пососать, посмотрим, что тут натуральные ингредиенты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, кто там плачет витамин С, помощь иммунитету. Так, и что у нас тут прервалось? А, тут я вот это взяла, сказала, потом, это у нас шаурма, или что, как это называется, вот он, в общем, я свое съела, это вкуснятина. Так, что у нас еще, дочек-сыночек, я взяла потом вот такую смесь с сонной травой, хочу вообще для животика, хотела, но не было, там была череда, ромашка. Для купания малышей вот это, подвиньтесь, пожалуйста, вот это вот. Вот, конечно, хватает, может быть, на мало, посмотрим, здесь с маслом лаванды, с ионами серебра, с нуля в месяцах, натуральный комплекс, 70% активных веществ, не содержит красителей. Брюс, нельзя, нельзя, а ну нельзя быстро, нельзя дали-дали-ку трогать. Так, вот, сейчас скажу, что у нас здесь, серебро, пустырник, хмель, масло лаванды, ромашка, вот такой состав, ну, посмотрим, 200 чем-то стоит, дорого даже, ну, как бы, для такой хрени. Так, ну, кто же смотрел, смотрел, от этой фирмы у нас подмывалка для сыночка, средства для очищения всех поверхностей в детской комнате с антибактериальным эффектом. Против грибов и вирусов. 24 часа якобы, ну, вот такой баловство взяла. Бактерицид, эти бактериальные, что же за состав, господи, салибилизатор, чё-то. О, всё, пипец, какой состав, я такие вещества не знаю. В общем, игрушки всё можно мыть. Так, ну и салфетки, куда без салфеток, да? Салфетки только так летят, в деле хагис, самые дешёвые. Ну, может быть, агуша самая дешёвая, ну, да. Агуша, может, самая дешёвая, но хагис из таких известных брендов самая дешёвая. У нас по чеку получается в магазине дочки и сыночки 666 рублей, видал? Ну, и цена вышла. Ну, наверное, не буду показывать, что как. Ну, вот, чтоб страна здраво, Вландия, 235 рублей эта штука стоит, Антон. Мы взяли мобиль, не знаю, нам что-то в месяцах нет, может быть, рановато. Ну, в общем, я выбирала именно с проектором, да, на потолок. Конечно, здесь хотела я, чтобы было тканые игрушки, но с тканными игрушками гораздо дороже. Это чуть дешевле, и, короче, будем смотреть, как он себя будет вести. Как он себя будет вести, в общем, чё тут у нас, как открыть. Достань, пожалуйста. Сейчас будем пробовать, ещё не знаем, куда вешать, на какую сторону. Говорят, дитёба может испугаться, будем надеяться, что у нас не испугаться. Такие штучки. В общем, сейчас будем собирать, точнее, может быть, и собирать. И покажем вам. Ну, нормально. Чё тратиться всё это время, но обычно быстро забыть. Ну, всё, мы собираем. Хожу тут, собираюсь снимать новый влог. На себе вообще нет времени, вообще нет времени. Поэтому я так очень редко буду снимать. Ещё есть, в общем, думаю я снимать влоги или не снимать. То есть, вести свой канал или нет. Думаю, мне будет этим не заниматься. Потому что, может быть, в принципе, никому это и не нужно. Одна из покупок, такой вот термометр, смотрите, лягушка прикольный. АНД. Почему АНД? Почему термометр? Потому что, когда я лежала в доме, мне посоветовали термометр этой фирмы. И да, я там тоже мерила таким синеньким термометром. Ставила в одну подмышку ртутные, в одну вот электронные. И электрон показывал ту же самую конфертуру, что и ртутные. Ну, поэтому решила взять такой. И, естественно, для сынишки, чтобы как-то привлечь к будущему. Сейчас я вам это не интересую. Скоро-бик полам не держу. Радостник он кричит. Сейчас ему это неинтересно. Вот так вот сцеживается молоко. Видите? Значит, сейчас я показывала покупки. Да, и эта крышечка сломалась. В общем, не смогла я этим продуктом попользоваться. Ничего не могу рассказать, сказать. Справили очищение поверхностей нейтральной. Вот. Ну, нюк. Была куплена нюк. Соска на бутылочку. Латексная. Латексная, да. Это 5-6. Ну, потому что вообще все-таки я тоже власть авент-авент. Авент-авент, это фуфлочки от авента, фуфляндия. Во-первых, они широкие, во-вторых, большой поток бьет молока, да, в смеси, с соски. Поэтому ребенок должен ссать минут 10-20. Сотово и 30. Таня. Он должен уставать. Вот. Поэтому мы купили такую соску. Сейчас, может, я ее найду. Вот она, значит, бутылочка нюк. Вот она, эта соска. Так, открыть. Вот она, видите, коликова здесь, вот, как должна выходить. Что-то в нашем случае, просто отвезите экстренной бабушке, на которую я делаю, все делали на два раза. Это вот вчера и неделю назад. Потому что мы пытаемся там документы сдать. Почему мы ищем коляску? По поводу коляски, обычно, не такая, стоки. Есть фирма, которую я хочу купить, как стоки. Я хочу себе. Хотела бы. Она очень дорогая. И какие-то там, определенные, они тоже дорогие. Там, Кэм, например, фирмы. Они дорогие, у меня на нее денег нет. Вот. Покупать до 30 тысяч коляску, которые не нравятся. Там, Адам Мэкс, Иззип или какая-то, так сказать. Даже Тутэк. Я не хочу. Потому что мне они не нравятся. Они тяжелые, громоздкие, люльки здоровые. Покупать, отдавать такие бабки за то, что мне нравится. Вот могу, я могу отдать 100 тысяч за стоки, потому что я от нее кайфую. Для меня это как бриллианты, да, это дорогоценности купить. Как телефон. Дорогую, да? Или какую-то технику. То есть, потому что мне нравится, кстати. Надо этот, вот этот все подпилить. Ребенок проснулся. Я разговариваю, он проснулся. Вот. И поэтому, какие коляски хочу покупать. Поэтому, я думаю, может быть, купить бы лучше, но именно вот нам нужна люлька, да, например, на сегодняшнее время. Которую, я смотрю, может быть, максимум за 15 тысяч. Для меня это тоже дорого. Потому что мне не нравится, я не хочу такие деньги давать. 10 тысяч максимум. Ну, если честно, я такие не могу найти. Там, на авитое обновление, вот эти вот люльчные коляски. Фирма, которую я просто называла. Они 15-17 тысяч все-таки продают. Естественно, репонку была выписана на Аква-Т3. Даем с профспиртом. Ему, естественно, они очень нравятся. Очень нравятся. На лобке было раздражение. Это якобы бактерии, по кашкам, да, в кишечнике. То вот, кандид, который могло. Но, по-моему, наш малыш кричал. Видимо, щипала у него попка. И я, видите, практически его не мажу. Вот так вот. Вот такая вот фигня. А так, в последний раз, как бабушки возили его, я не знала, что смесь... У нас смесь, естественно, на смеси. Бабушки, наверное, нутрилон. Пока я кормлю грудью, как бы. И как наши малыша не кормить грудью, я не знаю. Потому что иначе... Ну, он просто без сиськи не может. Уже соску не сосет. Хочет только тебя сиську. Сиськи может заснуть. Иначе он так не заснет. Без сосания. Ну, типичный парень, в общем. Значит, нутрилонка, что с ребенком. И поехали под домом. Пит-коляску, опять справки. Всякие сбор документов на пособия. Месяц мы просрали. Месяц январь. За январь могла ему перечислить какая-то сумма. Ну, муж у меня, когда брал справку ЗАГСа, он ее потерял. А справка так себе давала, что расправка рождения. Потом ты эту справку относишь. Вот мы в МФЦ подавали. И вот мы пришли, например, вчера. И очередь была. Сорок человек перед нами. На подачу документов. Смотрите, все как бы брутся в МФЦ, потому что думают, что там очереди меньше будет. Не идут в определенную организацию. На самом деле, это не так. Все туда идут. Образуется такое вот столпотовое творение. Прошлый раз, там, вот, извините. Оказывается, открытый нутрилон. Совершая открытая смесь может дышать только в 3 недели. У нас, видимо, уже пошла четвертая. В общем, ребенок как бы отравился, рыгал 4-5 раз у меня на руках. Мы до МФЦ уже приехали один за одним фонтаном. Не хотела брать грудь. Вялый был. Сосательный реплекс не развит был. Плачет такой. Еле плачет, знаете, вот так. Жалостно. Просто потом я плакала тоже. У меня истерика потом в следующий день была. Потому что в следующий день он тоже был слабенький, вялый. Не знаю, что делать при таких случаях. Мы всегда были здоровы. В общем, вот так вот. Чуть не отравили ребенка. Пипец. Потом мне посоветовали выпить валерьянку. Вчера я выпила 2 таблетки валерьянки. Днем. Его как стало вырубать под вечер. Вы увидели. Тоже вот так руку поднимаешь. И она просто падает. Он глаза не может. Я вот такой тоже сонный, сонный был. Я испугалась. Давай говорю, муж с тобой будет выбор. Может быть вызовет скорую. Он говорит, да нет, не надо. В общем, я его долбила, долбила. Он не грудь, ничего не сосал. Только спит, спит, как убитый. Я ему говорила. Давай я его трудучила, трудучила. Так на трудучила, что в итоге он открыл глаза. И даже не моргала. То есть у него просто произошел, наоборот, возбуждаемый эффект какой-то. Потом я его не могла ложить 5 часов спать. Уже через 3 часа я с ног водилась спать. Я, конечно, не высыпаюсь, но и дело. Вот. А сейчас мы поедем. Нужно купить куртку. Кстати, после родов мы тоже будем пройти ренит беременных. Ну, это хронический ренит. Но до беременности у меня такого не было. То есть все-таки у меня как-то дышал. Он у меня не дышал. На той стороне, в которой я лежу, сплю, в стороне не дышал. Сейчас у меня прям как-то вот прям нит соплеевый. То есть вот, короче, ничего не проходит. Я не знаю почему. Вот. Я прям даже в шоке. Прям даже в шоке. Что-то он кота колбасит. Брюс, что с тобой? Да, кстати, нашу малышу от шоколадок всыпает. У него был диатез. Только сейчас где-то 2-3 недели у него диатез. Ну, так все пипец. Это уродованный ребенок просто. Шоколад точно. Ну, не знаю, может быть. Все, нельзя. Но я ложечку сахара добавляю в чай, потому что иначе у меня нужна глюкоза. Просто мне нужна силы. Вот. Так, вот мы поехали. Войдем в закрутку. В общем, по делам опять по поводу... Сегодня мы пытаемся дождать еще. Карточку вчера открыли в Сбербанке. Карточка сказала, что мне положено. Так, мне сейчас 26 лет. В этом году брать исполнилось. А в том году. И карточка. То есть, до 25 лет мне была, могла бы, положена молодежная, которая 250 рублей, по-моему, стоит, чтобы ее открыть. А вот 26 лет, какая-то золотая, и 750 рублей. Представляете, она стоит. Все, поехали. До встречи. Покупки, которые я куплю куртку. Я вам ее покажу, конечно. Купила очередную соску. Несмотря на ее дизайн, то, что она розовая. В общем, здесь такой, якобы, под мамин сосок. Ну, все равно он ее выплевывает. Но это максимальная соска, которую он сосал. Так вот. То есть, он как бы ее посасывал. Ну, что кушать хотел. Но, тем не менее, долго он у нас все. Так, вот такие антицарапки взяла. Вот. Стирать буду. И вот они очень подходят под этот слипик. Тоже филом Бусанова. 62 размер. Потому что я еще сосну. 62 стараюсь одевать. Люблю, когда не обтягивает. Чтобы не страшно было. Одевать. Такой вот тут. Тинозавр, что ли. Тинозавр, что ли. Мне очень понравился. Еще голубенький там был. Купки. Так, это у нас. ДНС. ДНС. Ну, конечно, я себе купила. Такие колонки взяла. Выбирала, выбирала. Можно было квадратные купить. Там, по дереву. Но, чтобы вот так, знаете, они на диване вот так валялись. Решила взять такие. Что-то они. Сейчас покажу. Тут совсем мало спит. Сейчас у нашего малыша обострилось. Вот это вот звуковое. То есть он раньше, конечно, в роддоме новорожденный, когда он не так реагировал на звуки. Потому что было все приглушено. Так, все очень плохо. Вот здесь вот, естественно, оно, скорее всего, испортится. Вот. Такие колонки. Свен. Так, чтобы вот могли лежать на диване. Не париться. Так, можно, конечно, поставить. Так, зашли в детский мир. Ну, в детском мире я тоже смотрела коляски. Пошли в самый большой детский мир. Ну, у нас есть такой торговый центр, как Космос. Там я купила себе чай пить. Вот такие чипа. Растворимое печенье для лисей. Ну, надеюсь, нашему малышу можно. Потому что я чем-то живу, но его начинают высыпать. Начинаются, например, адские колики. Железосодержащие, кальцийосодержащие, овсяный. Фруктовый, классический. А у меня какой? С пяти месяцев. У меня какой? Льедосодержащие. Ну, она замечательная. Нормальная. Так, и мне нужна была клеенка многоразовая. Потому что я, когда его на животе кложу, я использую клеенку. Одноразовую, потом пеленку в стилю. Естественно, эти одноразовые пеленки у меня летят. Вот такую взяла с покрытием. Ну, чтобы не скользила. Ну, мне кажется, такая специальная сделана для массажа. Классная, скажите, классная мальчика, девочка. Мне нравится. Правда, у меня запах идет. Будь здоров. В общем-то, будем пользоваться. Так, еще с детского мира. Я взяла вещички. Вот такую вот взяла. Вот эту вот. На нее была скидка. То есть у нас стоит 50, якобы за 250. Не подают. 62 размер. Вы знаете, очень большие руки. Мне кажется, ну, очень большие. Ну, вот. Почему такую взяла? Ну, неудобно одевать. Согласна. Ну, на выход, в принципе, можно. И... И... Ой. Ну, как так? 56 размер. А, нет. Не 56 размер. Размер должен быть... Я 62 должна была брать. Да, размер 62. Это вешалка 56 размера. 62 размер. И, по-моему, я заметила, что в детском мире они великоватые. Потому что наш малыш 6 утра я одеваю ему. Ему здесь велико, конечно. Но в длину ему нормально. Вот. А это, мне кажется, он очень будет длинный. В общем, очень хороший комбинезон. Именно такие я люблю. Мне с такими проще его одевать. Здесь такая ткань. Здесь плотненькая вообще. На выход можно baby boy. Взяла и взяла. И он похож, кстати, с детского мира. Вот, ручки. Вот, вот. Но только дома потом заметила, что написано принцесса. Я-то думала, ничего страшного. Пусть такого цвета будет. Но забыла надпись прочитать. И, кстати, вот это здесь шьет Узбекистан. Было тоже на акции в другом магазине. Тоже же, по-моему, 62 размер. Так, пойду успокаивать своего малыша. Блин, проложила его в качелю. В качеле, конечно, для меня это спасение, в принципе. Потому что какое-то время хотя бы он там лежит. Сейчас я болтаю. Он может, конечно, закричать. Так, куртка. Поехали. В общем, куртка вот такой фирмы. Размер S. На сиськах еле застегивается у меня. То есть мне тяжело найти. Там одно и красное мерила. И на груди тяжело застегивается. Почему такой фирмы Куртка? Вот. Такая ткань, чтобы собирать. Вот она какая. Вот здесь очень гладкая такая. Гладкая сделала здесь кармашки. Кармашки глубь. Очень хорошее качество. Поэтому, ну, понятно дело, что если она стоила 9 тысяч, а то я купила она в стадаже. Вот здесь так стегано сделано. Капюшон такой добротный. Они тоже здесь собирают волосы. Такое мягкое такое здесь. Вот. Есть. Вешать. Вот это не как-то не так сделали, что пришили. В общем. Мне интересно, что за страна ее шьет. А я не могу найти здесь. Так, кармана внутреннего, я так понимаю, нет. Да. Они не предусмотрели внутренний карман. Ну что ж, ладно. Вот. Мне бы еще сапоги. Топые-топые. Чтобы можно было гулять с лечушкой. Вот так. Потом я как-нибудь сюда сниму. В ней. В нем. Вот моя покупочка. Раскошелилась. Наконец-то. Собрала себе на куртку. Прямо с места этого слова. Тут, знаете, купила же чай. В прошлой влоге я показывала. Чай. Лактофитон, по-моему, называется. Ну, лактации. Мне нужен был. Не для лактации. Мне нужен был. Вот так мы катаемся. Катаемся. Ах, совсем забыла же. Купила раскраски. За 200 рублей тоже якобы снижена. Цена была 320. Здесь две тоненькие раскраски. Антистресс. Само цвета счастья. И бирюзовая сказка. Ну, как бы рассказки для взрослых. Но я вообще собираюсь отправить своей сестричке. У нее 4 февраля день рождения. Но я уже не успеваю. На 4 февраля. Я вот думаю отрывать. Вот это или нет. Здесь кошмар. Смотрите, что творит кот. А, это у меня алоэ замерз на лоджии. И сток умер. Кот теперь все. Расхерачил. Что касается, что касается бутылок. У нас вот есть у меня еще такая. Вот это одного месяца. Ай, это Вент. Ну, знаете. Ну, я вот как что говорю. То, 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 так я не говорю. Если бы у меня ничего не упало. Если посмотрите в лоджии. Это была бы не я. Понимаете? Это был бы не мой канал. Без падения. Ничего не бывает. Вот. Почему АВЕНД выпускает такие широкие бутылки? Мне неудобно держать моей рукой. Вот такие вот крабли здесь. Новая бутылка стоит. Надо сказать, можно. Стоит. Может быть ее продать. Она новая. Лактофитол. Принятостоке горного молока. В общем, у меня обрастрилась аллергия. У меня вылезла крапивница. Я до сих пор чешусь. Это уже сто лет назад, когда я его пила. И до сих пор я чешусь. Представляете? Вылазит такие прыщички. Несколько штук. Зудят, зудят. Адские. То ухо зудит, то глаз зудит, то нос зудит, то брови зудят. То есть, ну, все тело. То волосы. Кожа головы. Я все жопа полнейшая. Поэтому говно никому не советую. Но я подразумеваю, что, возможно, это из-за крапивы. Здесь в составе есть крапива. Может, поэтому. А теперь я вот купила ХИП себе Наталь. ХИП-груптовый чай с витаминами для кормящей материи. Я давно хотела его попробовать. По собственному удовлетворению с дополнительной потребностью в витаминах и минералах в период лактации. Здесь действительно куча витаминов. Витамины железа, йод, витамин А, Д, Е, В12. Все фолиевые кислоты В12. Там белки, кальций, магний. Там в составе здесь у нас свекла, лимонная кислота, клубника, эксайд, шиповник. Поэтому здесь шиповник, бельной сок, гибискус, коминце. Короче, выглядит все это дело так. У нас нигде в ни в одном магазине не было. В одном большом детском мире у нас есть. Вот там я нашла его. Выглядит он вот так. В гранулах пахнет вкусно. Пьешь, чувствует какая-то ромашка, знаете, взбивает что-то. Или шиповник, да, вот не трех, не прохал. Заканчиваю свой влог. Брюс просяйца с вами.